Друзья, всем привет! Это последний выпуск в истории с дедушкой Толей, который ехал на своем стареньком газе из Магадана в Донецк со всеми своими вещами и собаками. И сегодня вы узнаете, чем же закончилась вся эта история. В этом выпуске будет много объяснений всех тех событий, что происходили за то время, что дядя Толя был в Новосибирске. Поэтому, чтобы понимать всю суть происходящего, я в описании оставлю ссылки на прошлые выпуски и вам рекомендую с ними ознакомиться. Сейчас немного расскажу, на чем закончился наш последний выпуск. Машину загнали на СТО, чтобы провести этих обслуживаний и привести ее немного в порядок. Примерно в этом промежутке дядя Толя приехал его знакомый. И все кардинально изменилось. Именно с этого момента и начнется наш выпуск. Изначально, как только мы познакомились с дядей Толей, он нам показался очень добрым, вежливым и порядочным человеком. И не было никаких сомнений, что что-то может пойти не так. Все началось с того, когда к нему приехал Алексей. Мы чуть позже вернемся, я расскажу, что это за человек и что мы о нем знаем. Как только он появился, это было, когда мы привезли дядю Толю уже новую машину, отдали ее на СТО. Дядя Толя полностью весь изменился, поменялся в корне. Он начал агрессировать, начал ругаться и начал нас постоянно торопить. И никого не хотел слушать. Как мы познакомились с Алексеем, рано утром мне позвонил дядя Толя и сказал, что он поехал в магазин, точнее пошел в магазин. Он заблудился, попросил, чтобы я ему объяснил, как добраться до его участка. Я пытался долго объяснить, дядя Толя ничего не понимал. Он говорит, с ним находится какой-то его знакомый. Я говорю, что за знакомый? Я говорю, у вас же здесь никого не было. Он говорит, сейчас это не важно, я тебе позже расскажу. Давай мне объясняй дорогу. Дядя Толя передал телефон вот этому Алексею. В итоге я объяснил и все нормально, они доехали. У меня возникло очень много вопросов, что за знакомый, вот как так это все получилось. Позвонил Витя и попросил его, чтобы он заехал на участок и познакомился вот с этим каким-то товарищем дяди Толи. Узнать, что за человек, не грозит ли дяди Толи какая-то опасность. Все равно там и личные вещи дяди Толи, документы, паспорта. Когда Витя приехал, он увидел, что на территории участка стоит машина. Витя подошел к домику, увидел, что на кровати дяди Толи сидит какой-то незнакомец. Этого парня звали Алексей, он абсолютно ничего не сказал. Дядя Толя потихонечку начал вытеснять Витю наружу и в итоге ответил, что это его знакомый. Дядя Толя жил у него пока вот он зимовал в Иркутске. Что это его хороший знакомый, он приехал его поддержать. И они дальше вместе собираются поехать в путь. Получив всю эту информацию, Витя подумал, ну и ладно. Оставил продукты, которые он привез, развернулся и поехал дальше по своим делам. Какая-то непонятная история, человек приехал с Иркутска до Новосибирска, чтобы как-то помочь дяде Толе. Это все происходило максимально подозрительно, весь разговор Алексей не шел на диалог. Опять же мог элементарно сказать спасибо. Витя, например, помогает его другу. Во всей этой истории можно было просто по-человечески поговорить, чтобы у людей не возникло никаких вопросов. Мы не знаем, что за человек и что у него на уме, зная, что вот ему помогают новосибирцы и съездить с ним до банкомата, снять все деньги и уехать, например. И ребята приехали еще раз на участок, чтобы в спокойной обстановке поговорить с Лешей, познакомиться. Ну, потому что как вот так? Человек молчит, ничего не отвечает. Я, значит, говорю, я на этом всегда стою и на этом стоять буду. Никто, никому из моих людей, вот, никто не будет не задавать нигде вопрос. В конце концов мы не где-нибудь, вот там, в этой милиции или еще. Мы ему не задаем, я просто поинтересовался, откуда он тут взялся, кто он вообще такой. Разговор не получилось, дядя Толя начал всех выгонять с участка, говорит, что зачем вы приехали. И сказал, что это мой друг, там, к нему никто какие-то вопросы задавать не будет, если вы хотите, там, общайтесь со мной. Вопросов стало еще больше, ребята не могли дальше продавать разговор и просто уехали с участка. В принципе, перед нами никто не обязан отчитываться и рассказывать, кто там и что там. Просто самое главное, я боялся, что дядя Толя может человек этот просто кинуть. И поэтому у нас вот у всех были такие переживания, и мы хотели вот как-то во всей этой ситуации разобраться. В то время новая машина стояла уже на ремонте, дядя Толя раз, наверное, по 10 на дню звонил и торопил, спрашивал, когда она будет готова, давайте быстрее. Нам с Лешей нужно ехать, Лешу ждут родственники дома, хотя дядя Толя изначально говорил, что они собираются ехать дальше в путь. И вот я максимально старался по 20 минут дяди Толю успокаивать и объяснять, что это не взять там, просто купить какую-то запчасть на Тойоту и поставить ее, что это на все нужно время. А ну вот нам дали сроки неделю, что за неделю машину отремонтируют, что у нас осталась финишная прямая, ему осталось совсем чуть-чуть подождать. Но дядя Толя, как обычно, торопил и стоял на своем. Доехали до СТО и будем смотреть, что уже сделано и что еще приставит. Константин, здравствуйте, добрались? Куда? Успешно? Куда? С переменным успехом, как говорится. Пойдемте смотреть, это не тот, это старый. Да, мы вам сейчас новый покажем. Планировали вот эту заднюю часть, ну, я думаю, покрасить все в какой-то, наверное, в тот же цвет, как у него та кабина, то есть это, наверное, коричневый, да? Кузов, чтобы остался в таком родном цвете, то есть коричневый. Середняя часть вообще решили не будем трогать, чтобы он максимально остался в родном окрасе. Единственный момент, что вот там у него на старом кузове есть, получается, Магадан-Донецк надпись, вот мы ее сюда переносим. Можно добавить будет путь этот, длиной, допустим, там 10, ну, 11 тысяч километров, там более точную цифру мы посмотрим. Правую сторону по возможности, если это возможно, нарисовать географическую карту, а с левой стороны написать карту пожеланий. В коричневом цвете просто белыми буквами написать карту пожеланий, и все люди, все желающие смогут там оставлять свои пожелания. Предлагаю, что я сейчас сделаю, допустим, дома проведу мозговой штурм, сделаю какие-то дизайн, макет, потом мы уже согласуем, может, ты ему покажешь. Да, здорово. Ребята говорят, что до конца недели, наверное, должны это делать. Соответственно, ориентируемся либо в выходные, либо начало следующей недели. Илья, расскажите вот сейчас, что касается внутренней части, что нужно было сделать? По техническому составу машину лучше, чем которая была. Мы его отмыли, сейчас будем прогревать, залита уже система охлаждения, новая вода с химией, специально, чтобы вымыть его. Проверим, где еще что бежит, но сегодня будет сниматься головка, увозиться в ремонт. Снимаем сегодня коробку передач, поменяем набивку, поменяем масло в коробке, поменяем в заднем редукторе. Редуктор мы будем тоже снимать, потому что у него бежит сочленение. То есть, получается, нужно в машине полное просто техническое обслуживание? Нет, его просто масло, фильтра, все промывки, все это будет сделано. А что-то из критичного, как на той машине, нет здесь? Из критичного здесь ничего нет на этом автомобиле, он никуда в более достойном состоянии, чем тот. Сколько я видел, как ремонтироваться довольно старые машины, что у людей уходит прям очень большое количество времени, чтобы перевести машину в порядок? Нет, потому что машина достается в очень сложном состоянии. Эта машина, повезло, потому что она не в плачевном состоянии, за ней ухаживали. И на ней можно будет ехать. На ту машину, я могу сказать, примерно месяца 2-3. И только чисто на ходовую и коробку с двигателем. Месяца 2-3 у нас ушло бы на восстановление только это. Не считая проводки, еще всего остального. Не хотелось бы, чтобы дедушка от нас уехал и где-нибудь по Томскому опять встал. Охота, чтобы он уже ехал дальше и ехал. Залезу сейчас еще вниз, чтобы посмотреть, что здесь вообще и как. Масло знатно подкапывает. А оно давануло и по какой причине? Причина одна, потому что машину долго не эксплуатировали, все высохло. Будет меняться выхлопная банка. А ну, вы про нее говорили, что болтается. Все болтается, сочленение уже тут непонятно, от чего подобрано. Здесь должна быть прокладка. А ее нету, да? Да, ее уже нету. Здесь непонятно, как это все собрали. Будем вытаскивать. Ну, видно, да, что все в масле прям. Потом будем менять подвесной подшипник. Шприцеваться все крестовины. Если будет нужна замена какой-нибудь крестовины, крестовины будут куплены. Будут меняться на новые. А ржавчина, ну, чтобы прям сильно разъела, только вот эта будка и все. Только будка, да. Рама немножко, конечно, есть ржавчинка. Но это... Для ее года, конечно. Для ее года это прям идеальное состояние этого автомобиля. Заднего редуктора слили масло. Была чистая банка. Ну, к сожалению... Это, наверное, причем, что, наверное, масло вот это все не меняли тысячу лет. С завода-изготовителя. Да. Ну, как было, его просто доливали, то, что бежало. Да. И все. Да, Донецка точно хватит. И еще там, может быть, годик-два поездить. Да, мне кажется, ему хватит на дольшее время ездить на этом автомобиле. Ну, и вот здесь стоит у нас старенький газ. Сняли все навесные элементы, радиаторы. Попрошу еще переставить руль. То есть вот здесь руль такой более номики, на том он такой уже поюзанный. Но отсюда смысл что-то брать нету. Запчасти абсолютно все уже имеются. Мы все купили за работу ребятам заплатили, поэтому у нас все готово. Можно спать спокойно. Осталось просто дождаться, когда машина будет готова. Дядя Толя отправится дальше в путь. Кстати, по поводу ремонта машины и запчастей. Дядя Толя предлагал свою помощь в оплате всех этих услуг. Они с Витей съездили до банкомата и увидели, что в Дядя Толе скопилась приличная сумма денег, так как очень много СМИ выкладывало различные посты. Люди делали репосты. Дядя Толе помогало большое количество людей. И в общем весь ремонт и запчасти оплатил дядя Толя. На самом деле в тот момент дядя Толя мог себе купить не одну тройку таких машин. Просить деньги, чтобы он мне вернул потраченные мною деньги на покупку новой машины я не стал, так как посчитал, что дяде Толе эти деньги нужнее. Этих денег ему хватит доехать спокойно до Донецка. Возможно купить там какой-то небольшой домик и еще прожить спокойно полтора-два года, ни в чем не нуждаясь. Я сейчас мотался по делам. Мне позвонил Витя и сказал, что машина готова. Я сам машину еще не видел, что там сделано, что ребята подделали, что они успели сделать, что не успели, потому что дядя Толя уже поскорее-поскорее прям хочет уехать. И мы сейчас думаем, какие вот еще финальные работы мы можем сделать. Ну, недолго, чтобы это быстро было, потому что дядя Толя уже целый месяц находится здесь, и он, конечно, хочет поскорее отправиться в путь. Друзья, вот и машина! Ура! А, диски покрашены, смотрите! Ничего себе! Круто, сейчас будем смотреть. Сняли, получается, вот эти передние части, фары. Наверное, как запасные положили. Старую машину под капотом я вам уже показывал, что все, все, что нужно, забрали. Ну, а здесь, соответственно, мусор. Оттуда все продукты, которые у дяди Толи были, тоже вытащили, забрали, отвезли. Конечно, в совсем плохом состоянии. Вон там все бежит, течет. Привет! Финишная прямая, Вить? Почти. Почти. Если мы сейчас будем начинать все красить, нужно ее помыть. Потом хотим вот задние снизу диски тоже покрасить в черную, чтобы она вот не только вот эти, да, части классно смотрелись. А еще, а, вот даже вот эту штуку покрасили. Багажник сделали наверху. И в цвет так смотрится прикольно. Заднюю будку, не знаю, ребята не успели, потому что большой завал, где Толи тоже хочет ехать. Вот эти части не успели сделать. Но Витя предлагает гудроном чем-то замазать, чтобы влага туда, да, не проникала. Замазать. Ну и, соответственно, просто сверху тоже все это покрасим. А там дальше он будет в Томске, в других, в Омске точнее, в других городах. И там, если что, люди ему тоже предложат помощь, да. Может быть, что-то еще подделают. Ну, как мне кажется, тут все и так уже супер. Машина здесь стоит уже с самого утра. Вот здесь все мыли, вот видно вот эту переднюю часть. Подтеков масляных здесь нет. Значит, масло не течет. Ребята меняли набивку в двигателе. Все здорово. Вот так. Давайте посмотрим, что еще здесь внутри. Так, это положили сюда запчасти, которые сняли со старого газа. Вот это как раз фары, да, вот эти передние. Здесь можно у нас побелить потолок, покрасить стены быстросохнущей краской, ну, тоже привести в порядок. На пол, не знаю, может быть, какой-то линолеум кинуть. Вот здесь вот какие-то шторки купить можно, там небольшие для кухни вот такие продаются. И, наверное, на этом все. Потом мы грузим сюда все коробки. Возможно, не знаю, будем или не будем делать перегородку какую-то, тоже еще подумаем. Так что это еще не все. Еще предстоит много работы. Сейчас будем все пытаться как-то все быстро это делать, исправлять. Пожелайте нам удачи. Вот он, я. Здрасте. Добрый день. Дядь Толь, смотрели, приняли? В общем, все нормально, все хорошо. Вы же еще не заводили, не смотрели. Ничего я не заводил. Я просто, ты взял, забрал. Дядь Толь, багажник. Видел, да, я обратил. Здесь вот покрасили, все привели. Молодцы. Дядь Толь, машина вам идет, прям как родная. О, еще бы. Она такая же, как и та. Да. Ладно. А что ж такое? А может, другой ключ? Сколько много ключей тут у вас? Так у меня от моего газона все ключи. Надо запомнить вам будет, какой откуда. Вот. Вот, золотой, запомнили? Да, да. Ладно, это специально. А почему у них сделан замок только с одной стороны? Вот это вопрос, конечно. Загадка. Загадка, верно. Кстати, я вчера смотрел кино. Ну и как? В общем-то, интересно. Интересно? Да, я сам себя там не узнал даже. Залазьте. Ну, в общем, лучше, конечно. И двигатель чистый, и, в общем, все хорошо. Все помыли здесь, сделали? Да, все чистенько, все красиво. Вообще-то... О, смотрите, вот тоже какая-то новая... Это фильтр. Фильтр, да, все стоит. Оно должно быть вот так на машине всегда. У хорошего водителя всегда вот так чисто. И тогда будет работать все остальное, электрооборудование. Вообще хорошо сделали, молодцы. Не, ну что грех от них? Радует, радует? Радует, конечно. Просто тогда я, может быть, спылил чуть-чуть, может быть, где-то был неправ. Согласен. Ладно, не будем. Лучше позже, чем никогда. Да, вот. Детоль, самое важное, посмотрите. Не капает. Нету. Ничего, да, да. Да, в принципе, да. Детоль, смотрите, сейчас мы эту машину нужно помыть. Перед тем, как мы, если мы что-то будем подкрашивать, сейчас, загоняем сейчас мы ее на мойку. Здесь где-то рядом Витя говорит. Ее моют, чтобы была чистенькая, красивая. Все, так что вы садитесь за руль. Так, и поехали. И едем на мойку, да. Первый запуск двигателя давайте сделаем. Смотрите, как легко закрывается. Знаю, 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 знаю. Я понял, понял. У меня здесь вот, вот там, с той стороны, вот это вот сработалось. Я же говорил на эту тему. И вот когда она, это самое, она выскакивала здесь. Разболталась. Да. Все нормально, все хорошо. Давайте, первый запуск. Так, а у нас сейчас посмотрим, это уключена масса или не уключена. Тут еще включена. О, тут даже есть вот, что это такое? Где? Вот это вот. А, огнетушитель есть. Так, осталось два ключа. Ну ее уж как-то сюда выгнали. Вот, все, ну вот. А попробуйте завести теперь. А как? Вить, идем, помощь нужна. Вить, вот все. А дальше что? А это второго газона ключа. Еще здесь стартер. Представляешь, что это такое? Деда. А. Ну, вот эту выжимайте. Снуки-палки. Ой, древняя машина. Огонь. Красота. Хорошо. Идеально. А как вы заводили, если без стартера, без ножкова? У меня, это, был более совершенный запуск. Да, что двигатель другой у вас был. Да, у меня другое было все, и заводилось просто от замка зажигания. Вот здесь. То есть, сначала зажигание, потом дальше раз, щелк. Здесь все оригинальное. Да. Не так, как у вас из трех машин состояло. Нет, а это... Я уже забыл про вот эту штуку. Ой, тут так хопать не надо. А, привычка, привычка просто, привычка. Все нежно. Ладно. Сцепление выжили до конца? Да, мы же, да. Вот. Едет, не едет. Представляешь? Ладно. Что ж такое? Да, Толь, садитесь сюда. Надо приноровиться, как-то клеить. С этой стороны садитесь. Сейчас, сейчас, ликую. Ну вот, и поехала. Теперь осталось дядя Толе повторить и все. Что, Вит, что было не так? Фигня, да? Видели небольшой сюжет. Дядя Толя приехал, посмотрел машину. Мы ему все показали, рассказали. Он начал ее заводить и случилась какая-то проблема с переключением передач. Так как ребята капиталили двигатели и снимали коробку, они что-то там неправильно установили. И сказали, что оставьте машину. К вечеру они приступят к машине и сказали, что все починят, все сделают. В принципе, там работы не так много. Дядя Толя сейчас поедет дальше по делам, он будет потихонечку готовиться, собираться к отъезду. Я вас жду там тогда. Все, давайте. Ой, я так рада сегодня. Я даже не думал, что такое будет. Дядя Толя, мы вас не обидим и дело дойдем до конца. Договорились? Ну, я не прощаюсь. Все, я пошел. Ключи у Вити. Вот будет, ладно. Все. Идет какая-то небольшая проблема с переключением передач. Сейчас мы должны все поправить. Дядя Толя уже успокоился. Я прям очень-очень этому рад, что сейчас все хорошо. Вот-вот он скоро поедет. Осталось вот пару-пару нюансов. В этот день приехал дядя Толя. Хотя я его просил не приезжать, дождаться, что раз ребята уже начали ремонтировать машину, пусть они ее доделывают. Дядя Толя не послушал, он приехал с Лешей. Они зашли на СТО, попросили там ключи. Ну, ключи не дали, директора не было. Открыли кузов машины. Они зашли, начали ее сами ремонтировать. Какие-то провода откручивать, снимать коробку. Полностью весь салон они разобрали. В итоге у них это получилось. Но скорости переключаться начали, но машина перестала заводиться, так как там они открутили какие-то провода. Алло, Алексей. Ну что, я уже закрутил, все. Тут наши друзья приехали, пресс-конференцию решили устроить. Самое главное, машину сейчас, двигатель откапиталили. Вот этот задний мост они перебирали. Резину меняли. Колодки тормозные сделали. Сейчас, ну, вроде бы, все замечательно. Осталось вот с этой штукой разобраться. Красить не буду. Это будем делать уже лично я, дядя Толя. Этим вопросом буду заниматься лично я. Не СТО, не кто-то. Лично я. Лично я, ты, будем говорить, палки в колеса ставлю. Мы бы уже давно бы сделали. Дядя Толя, ту машину вы бы не сделали никогда в жизни. Я вам это серьезно говорю. Вы говорили, что вы будете нам помогать. Я уже запустился вам помогать. Я вначале, я ничего не сказал против. Как шло накатанное, так и шло. И эту машину мы будем делать совместно с лучшим граффитчиком нашего города. В крайнем случае, сейчас, минутку. Если мы в дальнейшем будем оставим эту буту. Да это быстро, дядя Толя делается. Ее приведем в божеский вид. И не будем приведем. Божеский вид. Да меня вполне лучше. Дядя Толя, мы с вами договаривались. А самой кто-нибудь, хотя бы, спросил, а нужно ли вот это то, а нужно ли вот там и еще что-то. Мы с вами, как это? Ну, вот и хорошо. Видите? Да, 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 да. Поворотники здесь, крыло целое, капот целый, не замятый. И будем, ага, отправляемся в путь. Все, счастливо. Долгий путь. Счастливый путь. За новым автомобилем. Все, я вас жду. Ничего нет, я не с вами обгариваю. Вообще ничего нет. Я не знаю, там собака, я там не буду. Он говорит, давай мы еще сейчас загрузим, завтра вывезем. Типа, можем загрузить, чтобы перед отправкой можно, типа, там, не г**ть здесь. Я взял это самое, загрузил на легковую машину, отвезли мы все вещи, которые нужны туда, на склад, скажем так. У нас есть свой склад. Вот. И все. А не будет. Как он у вас появился? Откуда у вас склад появился? Ой, там у нас при желании можно найти все. Вещи, которые были в вагончике, вы увезли. Я уезд. Не знаю, что делать. Дядя Толя не хочет здесь ничего доделывать. Все так, как есть. Он уже говорит, будет доделывать эту будку в Донецке. Хотя мы всем договаривали, дядя Толя, ну, Коль взяли машину, давайте уже доделаем. Ну да, на ходу как бы все едет, все здорово. Но вот эта часть задняя, мне вот вообще не нравится, ну, мне хотелось бы довезти до ума. Ну, и внутри то, что мы обсуждали, что хотели сделать. И снаружи вот с Константином договорились, он даже сейчас уже ждет у себя на даче, чтобы мы приехали. Вот. Хорошо я его, ну, сказал, краску не покупать, чтобы, ну, потом, не дай бог, не сдавать. И вот это все никак не хочется оставлять, хочется довезти до ума. Ну, дядя Толя, конечно, тоже можно понять, у него там свое представление. Он торопится уже. Поэтому, не знаю, будем думать, если получится, доделаем. Но делать добро насильно, его заставлять, упрашивать, мы тоже не будем и считаем это тоже неправильно. И ты спокойно завтра утром собираешься и едешь. А я еще посмотрю, поеду я завтра утром. А я не еду пока никуда, я еще не решил. Вот начинайте вот так вот. Нет, мы хотим прояснить ситуацию, дядя Толя. Я тоже много хотел, в итоге ничего. Все, как ничего. Машина на ходу, все сделано, дядя Толя. Все, угомонились. Дядя, тебе человек сделал добро? Я жил нормально, спокойно, да, только как. Тихо, нигде проблем. А нахуй, помощь у людей попросил, на трассе жил ты спокойно. Да не просил я ничего. А что ты делал? Никогда я ни у кого ничего не просил. Ты будь человеком, тебе 70 лет, ты ведешься, не знаю, за чар оброжженный. Нету, да, я взрослый человек. Я три недели с тобой как с ребенком. Помощь начинать боком мне выходить. По поводу корма для собак тоже непонятно. Он пропал, как только появился Алексей. Куда он пропал, дядя Толя ничего ответить не смог. Он начал кормить собак тушенкой, которую ему передавали люди, которые мы паковали в коробке. Хотя мог спокойно же съездить с Алексеем и купить нормальный корм для собак, имея на это все возможности. 60 литров бензина, правильно? Ну и что? А что ты дальше не поехал? Ты мне объясни, родной. Почему ты стоял дальше, ждал? Чего ты ждал? Машину тебе сделали, бензина я тебе 60 литров залил. Съездил, купил. Почему стоял на трассе дальше? Ты кого ждал? Ну правда. Вот интересует меня такой вопрос. Как ты меня за***? Потому что ехали люди и помогали. Леда. Я на моем мать не могу. Читолия, подождите. Вот что вы кроме времени потеряли в Новосибирске? Вы же остались только, можно сказать, в плюсе? Ну вот, если по-честному. Это еще вопрос. Почему? А вот потому. У вас на карточке было ноль, сейчас у вас на карточке приличная сумма. Это раз. Люди помогли. За это им огромное спасибо. Второй момент. А дать вам деньги я отдам. Дядя Толь, нет. Ну так о чем вопрос? Нам ничего не надо. Я просто говорю про плюсы в того, что вы здесь оказались. У вас сейчас есть все возможности. Вас, благодаря нам, чтобы вы были в Новосибирске, вас сейчас встретят в Донецке. Правительство. Второй плюс. Третий плюс. Та машина была уже в никудычном состоянии. Мы у вас спрашивали, дядя Толя, спрашивали, покупать новую машину или нет. Мы у вас спрашивали. Хорошо. Мы сказали, да. Что? Хорошо. Покупайте новую машину. Машина у вас новая. У вас деньги за нее никто не просит. Чем вы сейчас-то недовольны? Я понять не могу. Отноши. Да, я могу. Как-то плохо хоть раз относился? Хоть раз. Я в этом не говорю. Просто вы, вы негативите. Вы все вот, все то, что с вами произошло в Новосибирске, все это добро, что вам оказывало большое количество людей. Ну да, сейчас вы скажете, что охот какой-то неблагодарный. Ну честно, так немножко и есть. Да не надо. Правда? Дядя Толь, ладно. Какой тогда дальнейший план действий? Еще один нюанс. Я без собачек не могу уехать никуда. Дальнейший план действий, значит так. Я беру, загружаю этот самый, как его, машину, собаку и выезжаю на тот катак, на котором я стоял. Там. У меня две собачки маленькие. Слушай, слушай, две собаки потерялись, и он эту машину поедет поставить на то же место, где изначально стоял. Будет ждать, пока не привезут собак. Пожалуйста. На минутку тебе перейдем. Ты когда этих собак отдавал, собачьих в больницу, это было при мне, скажем так. Да, да. Они сказали, девчонки. Ты сказал, пусть лечат собак, а ты будешь хорошие руки. Нет, не говори, мне надо говорить глупости. Хорошо. А если собак уже вообще отдали другим хозяевам? Не знаю, у меня кто-нибудь спросил, а хочу ли я этого. Я не знаю. Когда спросили про разрешение, ты одобрил, когда дал их в приют. Вам доверять, лучше его пить. Дядь Толь, ну что вы так говорите? Нам доверять. Я уже доверялся. Все, заводись тогда, поехали. Но доверялся он. Пропало зажигание? Да, он где-то проводочек. Что? Она же заводилась. Ну заводилась, не работает. Так а вы там что-то крутили с проводами? Проводочки стопают. Попается тут, где? Надо понять, что. Вот, вот это вот, нажимай. А ты его открутил? Как его открутил? Да, так вот она отключена тебе. Ладно, все, выключай. Надюша, выключай. Если вы хотите, блядь, 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 блядь. Как же у него ваша спешка, блядь, блядь, горячка? А я вам говорил, спешка ни к чему хорошему не доводит. Ты слушай, я кого не спешу, давай сделаем. Да потому что умникам все их там много, советникам. В общем разговор у нас не удался. Витя с дядей Толей поехали на участок собирать, ну помогать дядей Толе собираться. Я поехал в этот вечер к врачу. Мы с дядей Толей договорились, что мы с ним увидимся либо на следующий день, либо через день. Так как на следующий день приезжал Петр с дочерьми в Новосибирске. Этот день мы проводили с ними. Если дядя Толе соберется в срочном порядке уезжать на следующий день, то чтобы он мне позвонил, чтобы я приехал, выделил время и хотя бы с ним попрощался. Витя написал в чат помощи дедушки, позвал людей прибраться на участки, в домики. А утром уже дядя Толе отправился бы дальше в путь. Ребята, когда убирались в домики, у дяди Толе обнаружили пакет с содержимым. Я не знаю. Я не наркоман, я не чайман, я не знаю, что такое. Ну-ка жги. Ребята, ну реально это п***. Как-то так. П***. Выброси, выброси, выброси. Ну реально, ребят, нашли п*** ну где-то. Начали задавать вопросы, что это, откуда это взялось. Дядя Толя никакого внятного ответа толком не дал. Ушел, начал заниматься какими-то своими делами. Конечно, у людей сразу возникли подозрения, что скорее всего это все Алексея. А Алексей вообще на связь никак не выходил. Дядя Толя пытался ему дозвониться. Алексей уехал еще со СТО и должен был приехать на участок дяди Толе, но так и не приехал, я так понимаю, потому что там было большое количество людей. И у людей явно были вопросы вот к этому пакетику с содержимым. После этого дядя Толя с кем-то созвонился по телефону, начал быстро собирать вещи, загрузил собак, свои пакеты и быстро уехал. Хотя ребята его пытались остановить и говорили, что давай ты останешься до утра и не нужно ехать в ночь. Дядя Толя никого не слушал и просто сел и уехал. Как выяснилось, дядя Толя поехал вообще в сторону Томска, хотя ему нужно было ехать в противоположную сторону. Он проехал километров 30. Как он говорит, что у него кончился бензин. Когда покупали машину, мы ее заправили абсолютно до полного бака. И доехав до Новосибирска, Витя смотрел, бензина было чуть меньше половины. Поэтому бензин кончился попросту не мог. Ну а дальше дядя Толя вышел из машины, пошел за канистрой с бензином, как он говорит, и в этот момент произошло ДТП. Прям возле трассы, то есть вот мы остановились. Кстати, следы от машины, причем свежие. Осколки начинаются вот здесь, вот осколки пошли. Вот бордюр, то есть вот здесь вместо ДТП, походу, было. Куски от будки. Вот она дорога. Сейчас дальше пройду. Да, вот она. Двойной протектор от газона. Вот он идет. И здесь он стопорнулся. То есть, представляете, вот оттуда он слетел и прохерачился сюда. Трактор мы вытаскивали. Пострадала только левая часть будки. В остальном машина полностью исправная и целая. Насколько мне известно, дядя Толя остановился на обочине. Вот тоже во всей этой истории мы не знаем, как было все на самом деле. Машина была выключена, не горели ни стоп-сигналы, ни аварийка. Произошло то, что произошло. Даже если дядя Толя стоял, ну, может быть, чуть-чуть на проезжей части, вот как произошло ДТП, и машина не увидела, что перед ней там находится крупная машина, вот тоже до конца непонятно. Вы стояли на обочине или на дороге? Ну, на обочине стоял, да. А как он мог в обочину въехать? Въехать, там дорога широкая. На каком-то основании он-то въехал туда. Машина, которая врезалась в дядя Толи, это был новый, насколько я знаю, Toyota Land Cruiser Prado. После ДТП машина установления, насколько я знаю, не подлежит. Приезжали медики, полиция, и серьезных травм никто не получил. Пока что, ну, нету конкретного решения, там, кто прав, кто виноват. И, может быть, вам нельзя было уезжать из города, а вы уехали? Я не мог, я не мог. Я был в таком состоянии. Вот сейчас вот немного, я отошел. Кто в этой ситуации прав, кто виноват, так же неизвестно. Мы не владеем данной информацией. И вот во всей этой истории это еще один знак вопроса. Как не пострадали собаки, я вообще не понимаю. Они отделались, получается, лишь испугом. Выгрузил собак, привязал их в лесу одной цепью к деревьям и ждал сотрудников ГАИ. Машину дядя Толи увезли на штрафстоянку. Дядя Толи увезли тоже в отделение. Все составили, оказали первую помощь. Где дальше находился дядя Толи, нам было неизвестно. К обеду об этой истории узнали люди из чата о помощи дедушки. Узнали, что машину на штрафстоянку увезли без собак. И они собрались вместе с Витей поехать на место ДТП, чтобы посмотреть и поискать собак. Потому что они должны были быть где-то поблизости. Даже подпускают вонарут к себе, да? Она сейчас поднялась, она даже не может двинуться. Ему сейчас еще надо воды налить, потому что зашел корм. Он, получается, завязал их за ту березку. То есть Кавказец держит все, там не надо. Если Кавказец сюда вырвется, все стадо побежит. Пытаемся сейчас напоить их. Мясо у девчонки накормили. Давай палкой подожди. Женя, отходи, отходи. Реально, даже не напоишь здесь, они разорвут нас. Надо просто нормально, спокойную передержку. И за неделю собаки привыкнут и все, и забот. Просто вы поймите, собаки постоянно были в стрессе. Они же на хозяина реагируют. Тот чумно, чутчу дел творил. И собаки, соответственно, так же. Поверьте мне. Женя, Женя, аккуратно, аккуратно. Вот там вот тому-тому не достается. Женя, а если вот этот угол подому? Все, клядь, оторвался. Опа-няки. Отходим от этого стада. Отходим, 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 отходим. Каня, уходи, не стоит ли там. Зашибись, ребят, радует. А то собака сорвалась. Вон он бегает. Сейчас мы даже накормить их не сможем, напоить. Тот загрызил сразу. Собаки вообще канистры воды выпили уже. Причем не разлили, а выпили. Посвистели, вот он. Носится, видите, довольный. Наши женщины через огонь и воду медные трубы. Вон две грубкие девчонки пошли собак успокаивать. Как мы уже отвязали собаку. Ребята, это реально, блин, волшебство. Смотрите, девчонки гладят их, как родных. Ехали волонтеры помочь собачек удержать. Все, операция начинается. Блин, батарея садится. Мальчики есть? Да-да-да, сейчас на улице. Потом дозвонились до зоозащитников или ветеринаров. Я не знаю, кто именно приехал помогать. У них получилось найти общий язык с собаками. Успокоили их, загрузили машину и увезли в приют на передержку. В этот промежуток приехал дядя Толи на это место и захотел забрать собак. Но после всего увиденного никто отдавать собак ему уже не собирался. Вон они стоят на аварийке с правой стороны. Они нас увидели. И дед или Лешенька перебегают дорогу. Он там пропуск создали. Вон он, видите, переходит. Это дед, наверное, да, ее сключенный. Я вышел, решил посмотреть, что там у меня. Только я зашел за машину, слышал, бам. Ну а сейчас ты что, приехал сюда? А здесь у меня собачки. Да нет, у тебя собак больше. Как нет? Мы их в приют забираем. Какой приют? Ну, мои собаки. Дед, все. Как ты безлик? Нет, все. Все, переходи дорогу, садись к Лешеньке и езжайте. Сейчас полиция сюда приедет. Да не отрывай, ты зачем ты отрываешь? На полицию. Не надо. Ее лучше в больницу. Ну, как получилось, что у меня морду посекло. Я даже этого не почувствовал, ничего. Так я сейчас зрение не потерял. Дед Оли начал психовать, выбежал на трассу, начал махать руками и бегать. Как выяснилось, и говорил сам деде Толе. Водители ездят по дороге, они видят, что я бегаю вместе с этой собакой, и хотя бы одна статиняка остановилась. Никто. Как ехал по дороге, так и ехал. Так а если вы на трассу выбегали, они же вас сбить же могли машины? Не, ну они же видят, что я бегаю по трассе, и они ездят даже без всякого зазрения совести. А вы думали, что что должно произойти? Ну, как-то бы, ну, хотя бы и запоинтересовались, ну, в чем-то, может, мне помогли. При деде Толе никто так и не остановился, его пару раз чуть ли не сбили. Но, слава богу, все обошлось, никто не пострадал, и все остались целы. Ты дурак, ***! Слышь? Ты что делаешь? Пошли. Че, ходите! Стой, ***! Как я вам акинику? Все так задают. Уйди за дороги! Да уйди! Уйди за дороги, ***! Без воды, без ничего, без выхода у тебя нет. Смотри, он прям под машину бросается, видишь? Без машины бросаются на каждую. Вон он, на той стороне дороги. Выходит на дорогу и просто тормозит машины. Кидается на них. На потоке автомобилей, трасса оживленная. Вообще реально больной. Мы когда с ним разговаривали, зрачки там вообще веселые были. Он обдолбанный или обкурен. Изначально, когда мы познакомились с дедушкой, никто из нас не думал, что у него есть какие-то психологические отклонения. Так как вот мы с ним сколько виделись, общались. Поначалу было все хорошо. И мы думали, что, конечно, в силу возраста у каждого человека есть какие-то свои тараканы в голове. И все люди думали, что дядя Толя больше немного фриковат, чем есть у него какие-то психологические отклонения. Дядя Толя, он едет днем, ночью он отдыхает. Нам писали люди, что едет он со скоростью 25-40 км в час. Как правило, его тоже очень много людей сопровождало на его пути. Также многие из вас писали по поводу того, что у дяди Толи могут возникнуть серьезные проблемы на границе. И мы об этом знали и понимали. Но этот вопрос сейчас я маленечко раскрою. Изначально, как только дядю Толю поселили на участке, в первую очередь начали помогать собакам. Им сделали паспорта, поставили прививки, обработали их от клещей. Собаки, имея все эти документы, они спокойно прошли бы границу. Второй момент, что мы начали делать, это взяли новую машину, на которой были абсолютно все документы. Третий момент, на нас вышло правительство Донецка. Мы дали телефон дяде Толе, они с ним созвонились. Позвонили с правительством министра иностранных дел Донецкой Народной Республики. Они приглашают нас и ждут, что мы приедем. Предложили вам помощь. Помощь предложили, да. Надо будет отправить документы определенные. Да, документы, да. И все будет хорошо. И все будет хорошо. И все будет хорошо. Все организуют. Молодцы. Вообще. Да, потому что дядя Толе очень сильно переживал, как, что будет, когда он доедет, как примут. Да, да. Огромное спасибо Новосибирску, людям его и так далее. И всем остальным помощникам. Да. И тем самым вопрос прохождения границы был полностью решен. Мы даже договорились с большим количеством людей, чтобы они помогали дядю Толю сопровождать из города в город, чтобы дядя Толя точно безопасно доехал до Донецка. Когда мы привезли новую машину в Новосибирск, мы начали узнавать и хотели прописать дядю Толю в Новосибирске, сделав тременную прописку. Чтобы можно было в дальнейшем поставить машину на учет, зарегистрировать, пройти техосмотр, сделать страховку. Это, конечно, все можно было сделать, но так как дядя Толя нас торопил, и в то время уже приехал Алексей, он говорит, ничего делать не надо, отдавать мне, мол, машину, я сам дальше все это сделаю. Этого сделать ничего из перечисленного у нас не удалось. Многие вещи дяди Толе было слышать неприятно. У него, кстати, осталась одна собака, которую зовут Малыш. Он в тот день не стал ее привязывать, а забрал ее с собой. И вот он едет сейчас с малышом, с Алексеем до Донецка. Они хотят приехать, как-то там обжиться, оставить собаку, вернуться обратно в Новосибирск, забрать вещи, которые вот они оставили где-то с Алексеем. И дядя Толя собирается каким-то образом забрать всех своих собак обратно. Правда, когда это будет и каким образом, нам неизвестно. Я уезжаю для того, чтобы потом вернуться. А с этими, с вещами вашими, с коробками, вы потом их забирать будете? А потом я приеду, да. Можно скрасить вот этот вот нюанс. Если они мне вернут собаку. Я забуду все. Что касается новой машины, она сейчас находится на штрафстоянке. Дядя Толя ее забрать не смог по причине того, что нет ни техосмотра, ни страховки, как мы уже обо всем говорили. Машина находится там. Старый владелец в курсе того, что машина находится на штрафстоянке, потому что она стояла на нем на учете. Но он пошел, снял ее с учета. Никаких штрафов и каких-то там последствий старый владелец не получит. Изначально с Дядей Толей мы договаривались, что старый газ мы отвезем, сдадим на металлолом. Эти деньги, которые я потратил на покупку новой машины, я их как-то немного перекрою. Все переигралось с этими событиями. В итоге машину Витя сдал на металлолом. За нее он получил 20 тысяч. Эти деньги он потратил на то, чтобы увезти домик с участка. Потому что домик был не его. Он увез его на манипуляторе, стал хозяевом, в котором домик жил Дядя Толя. Купил новую розетку, там удлинители 50-метровые собаки погрызли. Оплатил электричество и купил корм для собак, которые находятся в приюте. То есть вот эти деньги. И там еще часть денег ушла на оплату каких-то расходов, которые понес Витя, пока был там Дядя Толя. В этой истории так много вопросов, на которые я до сих пор не знаю ответа. А ответы на некоторые из них не поддаются никакому здравому смыслу. Думаю, еще очень долго буду переваривать и думать вообще, что это произошло с нами за этот месяц, пока Дядя Толя здесь пребывал. И очень жаль, что иногда мы не можем видеть будущее. Либо, знаете, заглядывать в голову к людям, читать их мысли, чтобы понимать, что все мы делаем правильно. Но, к сожалению, это жизнь. И вот, как вы видите, в ней может случиться абсолютно все, что угодно. Друзья, в данный момент я ответил, рассказал абсолютно все об этой истории, что знал. Возвращаться к ней я больше не планирую. Но если у вас остались какие-то вопросы, напишите мне в личку. Я там еще каждому, может быть, дополнительно что-то отвечу. Единственное, что меня в данный момент радует, это то, что в ближайший вторник выйдет невероятно добрый выпуск со дня рождения Лиды. У нас получилось сделать незабываемый праздник для этой семьи. Также вы увидите, как продвигается стройка бани Петра. Мысли от этого сейчас как-то меня радуют. То, что я вам рассказал в этом выпуске, это именно то, как эту всю историю и ситуацию видел именно я. У дяди Толи и у других людей может быть совершенно другой взгляд на все происходящие события. И оборачиваясь сейчас на все произошедшее, конечно, покупать машину дяди Толи я бы не стал. Так как считаю, что в данный момент водить ему ни в коем случае садиться за руль нельзя. Это опасно для него, для окружающих людей. И дяди Толи в первую очередь я хочу пожелать крепкого здоровья. Дай бог, чтобы в своей жизни он прожил в комфорте, в здравии, чтобы все у него было хорошо. А зла на него я не держу. Даже учитывая тот факт, что дядя Толи в СМИ говорил, что мы себе вбили какую-то мысль в голову, что у него было с собой золото, и это золото мы искали у него по коробкам. Вот когда помогали ему перебирать все его вещи. Помогать ему или нет, когда вы его встретите, это уже решать вам. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, там я выкладываю разные посты. Увидимся с вами в следующий вторник. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok